СВЕН НУРТКВЕСТ СВЕН НУРТКВЕСТ С ВЕТСОНА, С КОТОРЫМ ЖИВЕТ КОТ ФИНДУС. ЭТОГО КОТА ИМ ПРИНЕСЛА ОДНА ИЗ ЖИТЕЛЬНИЦ ИХНЕЙ ДЕРЕВНИ, В КОТОРОЙ ОНДЕРСОН, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАРИКУ НЕ БЫЛО СКУШНО. САМ ПО ПРИРОДЕ ЭТОТ СТАРИК БОЛЬШОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, И КОГДА ОН ЧТО-ТО ИЗОБРЕТАЕТ, КРОВЬ В НЕМ ЗАКИПАЕТ, И ОН ПРЯМО ОЗЖИВАЕТ. КОТОРОЙ ИХ ПРИТЯГИВАЕТ, И ОНИ ХОТЯТ ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ ЭТИ КНИГИ. ВООБЩЕ ИЗНАЧАЛЬНО С ЭТИМИ ПЕРСОНАЖЕМИ Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ БАГДАРЯ СВОЙ ДОЧКЕ. МЫ С НЕЙ ПОШЛИ В БИБЛИОТЕКУ И НАТКНУЛИСЬ НА ЭТУ КНИГУ. И СТАЛИ ЧИТАТЬ. Но что самое интересное, что сам автор, он иллюстрирует свои книги. И если сюжет в них не такой яркий, как нам кажется, несмотря на то, что там происходит множество приключений, обрисовывает он эти ситуации, эти истории, которые с ними происходят, прям, ну, очень подробно, что ли, и очень увлекательно. Мы в театре с Олей Логиновой с нашим зафлитом стали выбирать сказку для постановки. И долго не могли найти подходящий материал. И в какой-то момент я просто отчаялась, потому что не было драматургии подходящей. И все, что я предлагала, Оля говорила, не то, не то, не то. Я говорю, слава богу, потому что это меня тоже мало интересует. И вдруг я ей скидываю, вспоминаю про Пэтсона Эфиндуса, и скидываю ей название. Говорю, посмотри, может, тебя и заинтересует. Она говорит, название уже мне нравится просто. И мы берем это в работу. И дальше самое трудное началось. У нас нет драматургического материала для постановки. И вот здесь я отчитываю все девять сказок, всех девять историй. Выбираю из каждой истории практически те моменты, которые наиболее интересны. И составляем из них одну большую, которую мы покажем детям на премьере 18 ноября. Каждая история, она говорит между строк о каких-то глубоких вещах. Например, о том, что не стоит думать плохо о ближних. Или о том, что когда у тебя есть друзья, соседи, здорово вместе время проводить. Или есть история у Пэтсона Эфиндуса, когда этот старик загрустил, и этот кот просто не дает ему переживать. И постоянно что-то придумывает. И там такая череда всяких выдумок, которые он делает только для того, чтобы Пэтсон улыбнулся. Мы это сделали такой сквозной красной линией в нашем спектакле, потому что все мы немножко одиноки, несмотря на то, что какие бы мы ни были люди, там, вредные, заботливые, душа у нас у всех жива, и все мы хотим тепла и заботы. И вот те люди, которые проживают в этой маленькой шведской деревне, они все друг о друге заботятся. Они не оставляют друг друга в покое. В том плане, что они могут шутить, могут поддевать друг друга. Но если они видят, что у кого-то печаль в глазах, то они все бросаются на помощь. И это такое теплое и живое будет наполнение нашего спектакля. Именно забота друг о друге. Когда я делала опрос в Инстаграме по поводу того, насколько хорошо знают этих персонажей у нас в городе, оказалось, что очень многие их просто-напросто не знают. И я бы очень рекомендовала изначально, перед тем, как прийти к нам в театр на эту постановку, прочитать эти незамысловатые рассказы. Их не так много, но они проникнут в самое сердце. И вы придете к нам на спектакль и познакомитесь уже с нашим Пэтсоном, с нашим Финдусом, с нашим Густавсоном и Фру Андерсон. Ну вот, пожалуй, и все. Будем рады видеть вас.